Ресентмент с астрологи, что переводится, кстати в русском языке есть этот англицизм, называется ресентимент, астрология ресентимента, ну слово звучит конечно сложно, но оно называется так, ресентимент это теория обиды, теория обиды в науке. Ресентимент, и так, ресентмент с астрологи, и тут представлена сама схема обиды и то, что с нами дальше происходит. Сама обида это какое-то мгновение. Помните, как я вам привел Рубайи Амара Хаяма про слово как перец. Ну, что слово бросил и сердце потерял того, кого обидел. Обиды не прощают. Большинство родителей пребывает в иллюзии, что их дети, когда повзрослеют, обязательно почему-то забудут причиненные им родителями обиды, но типа станут взрослыми и мудрыми, что вообще-то не синоним, или синоним, совершенно не коррелирующие вещи. Быть взрослым вовсе не означает быть мудрым. Есть мудрые, кто моложе, намного мудрее тех, кто старше. Это вообще с возрастом плохо, это несочетаемые показатели. Родители пребывают в иллюзии, но они же мудрые, они же нас простят, они все забудут. А дети почему-то, повзрослев, ничего не забыли и ничего не простили. Но они, конечно, не каждый день звонят маме и начинают разговор. А ты помнишь? Хотя дай нам возможность. Если помните, я были годы, но сейчас уже, к сожалению, ее нет, этой дамы на свете. Гекату я вам в гости приводил. Да, 20 апреля. Которой было тогда за 80 или под... Это Виллисова, что ли? Да. И она рассказывала о тех обидах, ну, от матери, что вот там мать то, мать это. Все к сыну, к сыну. Да, человеку столько. Это доказательство, что иллюзия думать, что кого мы обидели, включая своих детей, или их в первую очередь, забудут и простят. Нет. Не забудут и не простят. В лучшем случае будут просто об этом молчать. Но это совершенно не означает, что иголки, которые у них... Вот кольцо Сатурна порезало голову, пошинковало на острой вот этой пилой, на пилу похоже. Порезало голову, а мы такие все забыли и простили. Нет, это не так. Это не так. Причем обиды, нанесенные нам людьми чужими, посторонними, гораздо с большей вероятностью сами излечаться, чем обиды, причиненные нам теми же родителями, братьями, сестрами. Это останется навсегда. До склероза. До гробовой доски. Только склероза-то. И то не всем везет. Не всем везет. И некоторых склероз не посещает. И поэтому причиненные обиды болью отзываются. Но все люди культурные, воспитанные, молчим. Но наше молчание не надо понимать превратно. Оно не знак согласия. И не знак забывчивости. А просто нежелание эту рану бередить, да, выяснять отношения. Это страх пойти по этой цепочке дальше. Итак, идем по этой цепочке. Прямо на схеме мы можем подписать планеты, которые участвуют в алгоритме обиды. Хотя мы сейчас уделили много внимания Сатурну, но в алгоритме обиды участвует не один Сатурн. Сам момент обиды – это миг, это мгновение, когда нас обидели словом или делом. Это называется по-английски insult. Insult – это момент причинения обиды. Есть какие-нибудь у кого-нибудь версии, как это к астрологии подвязать? Какая планета? Ну, конечно, ура! Конечно, это же от английского insult, как обычно неграмотно, ну, люди языкам мы не обучены, был придуман диагноз инсульт. Потому что вечно, ну, это беда наша, языкам мы не обучены. Нельзя эту букву читать как У. Она как А читается между согласными. Но однажды кто-то неправильно, и с тех пор, то есть слово диагноз инсульт – это на самом деле инсалт, а не инсульт. Ну ладно, уже так исторически сложилось, пусть будет инсульт. Инсульт, самое главное, за момент обиды отвечает уран. За вот этот миг, а инсалт переводится как удар. Удар. Ну, и называли инсульт мозговой удар. Да, это момент удара. Когда нас ударили, ну, в смысле обидели, это вот тут уран. А что делать с ураном, это мы дальше в натальной карте увидим. Значит, за момент обиды инсалт отвечает уран. После этого ситуация может разделиться на две группы. Это forgiveness, извините за произношение, читаю по буквам. И unforgiveness, кто нам переведет? Прощение. Прощение – это forgiveness. Ну, а unforgiveness, разумеется, не прощение. Когда я сказал, что мы ничего не простили, не забыли, это так, но все-таки что-то мы прощаем. Нельзя сказать, что мы прям совсем ничего никому не прощаем. Нет, прощаем мы тоже, и нередко много чего прощаем. Даже прощаем то, что не надо было, да. Forgiveness идет по Нептуну. По Нептуну. Обида – это момент урана, удар. Нас обидели словом или делом. А вот прощение обиды, прощение обидчика – это идет по Нептуну или не идет? Потому что если мы пойдем по… мы не желаем прощать, и это уже unforgiveness. Так вот, коллеги, смотрите. Когда мы простили, там оказывается тоже не все так просто. Что я имею в виду? Оказывается, когда простил, вот так часто дурачатся, и друг у друга спрашивают, ну там муж у жены, там сыну у папу, у мамы и так далее. А ты меня полностью простила или простила? Или не до конца? Люди как-то, не изучая это в психологии, как-то сами догадались, что оказывается forgiveness тоже бывает разным. Вот Нептун – это full forgiveness. Что значит full forgiveness? Полное прощение, да. Да, вот это вот если повезет всем, то будет full всем и обиженному, и обидчику. Будет full forgiveness. Full forgiveness означает полное прощение. Вот это Нептун. А может быть, простили, видите, идет стрелочка от фаргивина, с какому слову? К тому, которое было в названии самой астрологии, рессентимент, рессентмент. Вот этот самый рессентимент, это мы простили, но горечь, обиды в душе осталось. Да, не полностью, да. Не full. Рессентимент остался. Как говорится, осадочек остался. Осадочек остался. Это рессентимент, это Сатурн. Это Сатурн. А Сатурн у нас еще связан в гороскопе с долговременной памятью. Все, что долговременно, это его тема. И поэтому вот обиды какие-то, которые вот не full, они прямо на всю жизнь, на всю жизнь вот эта память остается. Я каких только случаев в своей коллекции не видел, однажды соседка, дружили две соседки, две женщины, ну там примерно одного возраста, рядом двери на лестничной вот этой. Ну и у них там было много по жизни точек пересечения, они дружили. И спустя много лет соседка высказала своей подруге обиду, что та ее, когда дочь замуж выдавала, плохо посадила, ну рассадка, да, плохо посадила. Ну плохо в смысле не с теми людьми, с которыми та хотела рядом, рядом сидеть. Уже дочка сто лет как успела развестись и чуть не померла. Та дочка на свадьбе, на свадьбе которой была когда-то эта соседка, и вот она столько лет, то есть фула не была. Остался резентимент, остался Сатурн. Остался Сатурн, да, камень, камень на сердце, камень на сердце, и когда она подруге высказала, та сказала, слушай, я вообще не помню, где ты сидел 1 мая. Я этого вообще, ну типа я не хотела тебя специально обидеть. Нет, ты меня нарочно туда посадила, куда-то там, и вот я теперь обиженная хожу. Я привел этот пример лишь для того, чтобы сказать, что иногда для обидчика сама ситуация обиды оказывается полнейшим сюрпризом. Вы никогда не знаешь, на что человек может обидеться, и из какой мухи будет раздут какой слон. А что касается вот этих отношений свекровь-теща, там всегда из мухи всегда возникает гигантский слон. Ну то есть вот эти вот обиды с родителями супругов, они вырастают в какую-то огромную тучу. Ресентимент. Идем дальше. А теперь непрощение. Как говорят, я пока жив буду или жива, я не прощу. Ну там чего-то или кого-то, не прощу. Анфоргивенес. Он тоже бывает разный. Он может или в Сатурн удариться, то есть носить камень за пазухой. Вы поняли, что ресентимент и там, и там возможен? И в случае прощения, и в случае непрощения. Но самое страшное, если ресентиментом дело не ограничится, это справа, и анфоргивенес толкнет, не прощения, толкнет человека на ревенч. То есть на что? Это как реванш? На месть. Месть. Финал этой схемы, месть. Там запишите Плутон. Да, там, конечно, да, там уже игры кончатся, там уже включится Плутон. Поскольку непрощение либо с Сатурном завершится, рессентиментом, либо толкнет на ревенч, толкнет на месть. Месть это Плутон. Таким образом, весь алгоритм обиды нам надо с вами разобрать до тонкостей. Там еще на схеме у вас идет вот такая вот, мы ее будем тоже подробно разбирать, как обида, которую мы носим в себе, затягивает на нашей шее четыре петли. Ну, то есть обиженным ходить плохо. Это продолжение теории, что если ты не дал фула, то есть чего ты не дал? Прощения. Полного прощения, то на твоей шее затягивается четыре петли. Обида убивает того, кто носит ее к себе. Даже если ты там не будешь мстить, а просто рессентиментом ограничишься, то она убивает.